МИСИС Причиной моего поступления в МИСИС было несколько факторов. Один из них — это, конечно, сильная научная инженерная школа в университете. Во-вторых, у меня там училось много друзей. Ну и, в-третьих, я знал, что довольно-таки много успешных предпринимателей в свое время закончили наш университет, и я тоже хотел в будущем стать именно предпринимателем. На самом деле, многие вещи, они сложились ровно так, как задумывались изначально еще во время учебы, потому что то, чем я сейчас занимаюсь, оно родилось еще до учебы в университете, но оно было тогда на уровне хобби. Дальше, во время учебы, это уже была научная деятельность. После университета я перешел уже в формат предпринимательской деятельности. Но тот базис, который был сформирован в университете, позволил развиваться довольно-таки быстро и заходить в очень сложную, в очень тяжелую, наверное, с точки зрения наукоемкости, технологичности, сферу, как космос. Костяк той команды, которая сейчас реализует SR Space, был тоже сформирован в университете. То есть несколько людей, которые делали в свое время студенческие проекты, научные проекты, в последующем создавали вместе со мной несколько компаний. Конечно, если бы не было фундаментальной базы, связанной с вообще технологическим процессом, с процессом производства, создания, дизайна продукта, то есть если бы мы не проходили те образовательные циклы, которые проходили и на базе центра кинетика, на базе фаблаба, на базе других подразделений университета, было бы сложно создавать какой-то бизнес с нуля, если он связан, конечно, с технологиями. И то, что у нас происходило в конструкторском бюро в университете, то, что у нас происходило в бизнес-клубе, это все фактически было неким прообразом той деятельности, которую я занимаюсь сейчас. Благодаря учебе в университете я во свое время съездил и в Штаты на стажировку, и в Китай, был в Бразилии, в ЮАР. Кроме этого, было очень интересно в свое время посетить и Швейцарию, в частности, Высшую техническую школу Цюриха. Это все позволило расширить как раз кругозор с точки зрения управления технологиями. Тот базис фундаментальных исследований прикладной науки, который был у нас в университете, хорошо ложился на те бизнес-методики, на те методики управления, которые были развиты в Швейцарии и в США. Если Вы думаете поступать или не поступать в МИСИС, однозначно стоит, особенно если у Вас есть предпринимательская жилка. А МИСИС — это в первую очередь люди, это тот профессорско-преподавательский и научный состав, который есть и накоплен многие годы. Наверное, МИСИС — это один из самых предприимчивых университетов и много богатых, состоятельных людей, которые закончили наш университет. Они во многом сформировались именно в студенческие годы, и команды, которые сейчас управляют крупными финансо-промышленными группами, тоже были сформированы еще в студенческие годы. Редактор субтитров А.Семкин